Вести Карачаева, Черкесия На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание всего цифрового содружества нашего региона. Операторы мобильной связи, интернет-провайдеры и Министерство цифрового развития Карачаев-Черкесии сообща строят план по достижению единой цели – обеспечить каждый населенный пункт региона стабильной мобильной связью, комментирует первый заместитель министра цифрового развития региона Инвер Кипкеев. Сегодняшний день разработаны и реализованы по налоговой ставке, то есть сниженная налоговая ставка для IT-компаний, которые ведут свою деятельность на территории Карачаев-Черкесской республики. Также это следующая мера – снижение арендной платы муниципального и государственного имущества, которое они берут в аренду. 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. С начала исполнения оригинального закона власти республиканской столицы раздали данной категории населения около 800 участков. Информацию комментирует и заместитель мэра Черкеска Зауртугов. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственный земельный участок. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. С 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Карачао-Черкесский филиал «Росгидро» продолжает компенсационные мероприятия, направленные на пополнение рыбных ресурсов рек Республики. В рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов гидроэнергетики выпустили в реку Кубань около 875 тысяч мальков кумжи. Место зарыбления было определено заранее при участии Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства на основе научных данных по исследованию фауны горных рек. Мальки, выращенные до возраста 8-9 месяцев на рыбохозяйственном комплексе в Краснодарском крае, были доставлены к месту выпуска с помощью специально оборудованных автомобилей при строгом соблюдении температуры и количества кислорода в емкостях. Напомню, Карачао-Черкесский филиал Росгидра проводит компенсационные мероприятия с 2011 года. За это время в бассейны рек Кубань, Тиберда и Большой Зеленчук выпущено более 2 миллионов мальков. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в центре «Мой бизнес» Черкесска прошел семинар «Генерация идей для социального бизнеса». Его провела вице-президент Ассоциации социальных предпринимателей и руководитель комитета по социальному предпринимательству при торгово-промышленной палате Волгоградской области Оксана Муравьева. Она не только обучала предпринимателей Карачао-Черкессии генерировать идеи для социального бизнеса, а также рассказала о критериях оценки идеи. «Генерация идей – процесс достаточно сложный, и нужно понимать, как он происходит. И, что самое важное, нужно изгладеть инструментами, которыми можно оценить идеи, потому что идея может быть великолепна, но совершенно нереализуема или чрезвычайно трудоемка в финансовом плане. И мы должны это понять. Мы сегодня обсуждали критерии оценки идеи для социального бизнеса». «Итогом сопроведенного семинара у нас прошла деловая игра, в процессе которой мы обсудили, как можно применять порученные знания на практике, разработали некие свои идеи, оценили их с финансовой точки зрения и с точки зрения их практической применимости». Следователи выясняют обстоятельства двойного убийства в республике. Они уже провели осмотр места происшествия в частном доме в Черекесске, где произошло преступление. Подробности у старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елены Марковской. Следствием установлено, что 19 апреля текущего года в дневное время в частном домовладении были обнаружены тела мужчины 1989 года рождения и его матери с огнестрельными ранениями. Следователи Следственного отдела по городу Черкесск, криминалисты Следственного управления, произвели осмотр места происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался родственник погибших, местонахождение которого было оперативно установлено сотрудниками МВД ПО КЧР. В настоящее время подозреваемый допрошен, с ним проведены необходимые следственные действия. Следователи Следственного отдела по городу Черкесск и криминалисты управления произвели дополнительный осмотр места преступления с применением криминалистической техники, назначили необходимые экспертизы. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Президент Крача-Чкесского благотворительного фонда «Территория милосердия» Артур Киков напомнил мусульманам республики о правилах выплаты фитр-садака в месяц Рамадан. Милостыню должны выплачивать все дееспособные мусульмане любого пола, возраста и достатка. Садака необходимо отдать до наступления праздника у Роза-Байрам, отметил Киков. Закончился священный месяц Рамадан, праздничная молитва, которая выполняется утром в обязательном порядке для всех мусульман, на которую приходят как мужчины, так и женщины и дети, является итогом завершения этого месяца. Также одним из важных итогов завершения этого месяца является закят уль-фитр, обязательная милостыня. Ее должны выплатить с каждого члена семьи, будь то взрослого, с ребенка, даже вплоть до того, что дети, которые еще находятся в утробе матери. В этом году размер закят уль-фитр, установленный в духовном управлении мусульман, 200 рублей с человека. ФИДИЯ – это то, что каждый человек, кто не мог поститься по причине болезни и кто уже не сможет никогда восполнить свой этот пост, он должен в день выплатить в размере 250 рублей. Это для того, чтобы накомнить одного битника за один день пропущенного своего поста. Это называется ФИДИЯ. Сотрудники администрации Узжигутинского муниципального района и Джигутинского сельского поселения совместно с волонтерами в рамках акции «Вода России» провели масштабную уборку в пойме двух рек – Джигута и Эль-Теркач. Территория, на которой провели уборку, охватила окраины Новой Джигуты в сторону аула Эль-Теркач и составила порядка 10 гектаров. Усилиями волонтеров был собран КАМАЗ мусора, что составляет более 7 тонн. Добровольцы трудились целый день и отметили, что основной объем мусора составили бытовые отходы, вывезенные местными жителями и захламление от проезжего транспорта. Напомним, в апреле в Крача-Черкесе проходит месячник по уборке и благоустройству, который завершится 28 апреля масштабным республиканским субботником в поддержку всероссийской акции «Вода России». Домбай и Архиз вошли в топ-3 самых популярных горнолыжных курортов России. Компания OneTwoTrip составила рейтинг самых востребованных в стране курортов. Популярность оценивали по количеству бронирований туристами отелей у склонов. В основе классификации – процент забронированных отелей на каждом горнолыжном направлении. Так, лидерами завершившегося сезона стали Красные Поляны Краснодарского края, Горный Воздух Сахалинской области, Архиз и Домбай Корчай-Черкесе, Шерегеш Кемеровской области и ряд других. Напомним, горнолыжный сезон на курорте Архиз продлился с 17 декабря по 17 апреля, а на курорте Домбай сезон планируют продлить до начала майских каникул. Более 650 тысяч туристов посетили Архиз в зимнем сезоне. Такие данные приводит представитель компании «Кавказ РФ» Марьяна Белая. 16 апреля на Архизе завершили горнолыжный сезон 22-23. Он продлился 128 дней с 10 декабря, и за это время на курорте отдохнули 653 тысячи человек. Несмотря на то, что погода этой зимой не радовала, практически весь сезон работали все трассы, все 27 километров, выручила искусственная система оснижения и, конечно, профессиональная слаженная работа всей команды курорта. С 17 апреля Архиз работает уже по летнему расписанию. Это значит, что наступило время прогулок на канатной дороге, походов к Софийским озерам, экскурсий по храмам Нижнего Архиза, конных прогулок, велосипедных, активностей в веревочном парке Архиза и на трассах для маунтинбайка. Всех, кто еще не готов расстаться с горными лыжами или доской, приглашаем на высокогорный Эльбрус, наш курорт в Кабардино-Балкарии, где кататься обычно можно до середины лета, или на ведущий всесезонный курорт в горах Чечни. В Крачеве завершился досрочный период ЕГЭ-2023. Экзамены прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев. В них приняли участие 209 человек, в основном это выпускники прошлых лет. Для них был организован пункт проведения экзаменов на базе школы-интерната имени Латоковой. Самыми массовыми предметами для сдачи ЕГЭ стали русский язык, профильная математика, общество знаний и биология. Во время досрочного периода за нарушение порядка проведения экзамена были удалены два человека, их результаты аннулированы. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 26 мая по 1 июля. Стартовал социальный проект в сфере креативных индустрий, развлекательно-опознавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Об этом сообщила руководитель проекта, директор автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская. Стартовала реализация проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проект в сфере креативных индустрий, развлекательно-опознавательное шоу «Лицо кавказской национальности». И мы рады сообщить, что уже стартовал отбор участников. В данном шоу могут принять участие 16 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгеи. И цель данного проекта – формирование новой системы продвижения культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Подумайте, может быть, именно вы хотите стать лицом своего региона в данном шоу и показать всем жителям, не только нашего Кавказа, но и других регионов России и других стран, истинное лицо Кавказа. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Местами при порывах до 15-18 метров. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. А в горах местами плюс 4,9 и выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 14 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Субтитры предоставил DimaTorzok для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.